Универсальных рецептов успеха, на мой взгляд, не существует. Ключевым, на мой взгляд, рецептом оставаться верным себе. Точно попытаться отыскать ту стезю, в которой ты максимально эффективен и полезен. Вот если ты чувствуешь, что это твое, несмотря на массу других соблазнов, которые диктуются современностью, то прикладывай полноценные усилия, будь честен, будь максимально напряжен и прикладывай весь свой потенциал, реализовывай его, и все получится. Безусловно, молодому профессионалу, любому, каждому и всем вместе, я порекомендую обязательно участвовать во всех мероприятиях, которые, по их мнению, являются достойными и заслуживающими внимания. К каким я, безусловно, отношу этот конкурс? Возможность предъявить свои профессиональные навыки. Ну, для учащегося еще пока предпрофессиональные, но, тем не менее, объективность оценивания и, конечно же, интересное общение, знакомство и возможность проявить себя, заявить о себе. Хороший повод проверить себя на прочность, посмотреть, насколько ты актуален этому времени, насколько ты соответствуешь предъявляемым требованиям. Как минимум, по объективным данным, которые мы имеем, например, в Москве, Москва, пространство, в котором давным-давно мы уже не представляем, что такое какие-то пустующие вакансии, напротив, существенные, реальные, полноценные очереди на соискание должности учителя-профессионала. И это полноценный конкурс. О чем это говорит? Ну, прежде всего, о высоком внимании к профессии учителя, и как со стороны общества и государства, так и со стороны, собственно, потенциальных профессионалов в этой области и уже состоявшихся профессионалов в этой сфере. И это говорит о том, что, с одной стороны, все больше молодых ребят с хорошим, мощным потенциалом заинтересовываются этой профессией, а с другой стороны, что к этой профессии предъявляются серьезные современные требования, кое не предъявлялись ранее. Любой конкурс такого рода – это потенциальный трамплин в вашей профессиональной стезе, в вашей карьере, если хотите. И, вне всякого сомнения, это колоссальный ресурс для дальнейшего взаимодействия. Это такой социальный опыт общения с людьми из очень разных сфер, который точно окажется позитивным.